Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика, 4 класс. Автор чекет, часть 1, задание 227. Запиши следующие случаи деления с остатком, используя запись столбиком. Итак, 47 делить на 8, неполная частная 5, остаток 7. А теперь то же самое мы запишем деление уголком. Итак, делимое 47. Теперь дальше вот уголок мы вот так изобразим. И над его горизонтальной чертой напишем делитель. Делитель это 8. Итак, делим 47 на 8. Ну, 4 на 8 не делится, поэтому мы должны захватить следующую цифру. 47. 47 на 8. На целый 47 на 8 не делится, поэтому мы должны подобрать такое делимое, которое разделилось бы на 8 без остатка. Таким делимым является число 40. Ну, откуда мы это число можем получить? Ну, мы можем посмотреть в таблицу умножения, которую, собственно говоря, мы должны знать очень хорошо. Потому что там содержатся все числа, которые получаются при умножении на 8. Так вот, там число 40, потом идет число 48. Но число 48 нам не подходит, потому что 48 больше, чем 47. А вот число 40 подходит. Оно меньше, чем 47. И в то же время это самое большое число, близкое к числу 47, которое делится на 8 без остатка. Итак, число 40. При этом, если мы 40 разделим на 8, то получим 5. Вот теперь, чтобы определить остаток, мы должны 47, вычесть 40, получим остаток 7. И вот это у нас остаток. То есть мы выполнили то же самое деление с остатком, но только записали его столбиком. Следующий пример. 86 разделить на 9. Получается неполная частная 9, остаток 5. То же самое здесь. Делимая 86, уголок, делитель 9. Так, 86 на 9 не делится, а делится на 9 81. При этом следующее число, которое делится на 9 на целое, это число 90. Оно больше, чем 86, поэтому оно нам не подходит. Самое подходящее число 81. 81 делим на 9, получаем 9, записываем в частное. А из 86 вычитаем 81. Получаем 5. Остаток 5 меньше, чем делитель 9, поэтому на этом делении мы прекращаем. Деление закончено. Неполная частная 9, остаток 5. Следующий пример. 97 делить на 6. Неполная частная 16, остаток 1. Итак, разделим делимое 97 на делитель 6. 9, число 9, делится на 6. При этом получается единица. По одному берем. Значит, из 9 мы 6 единиц разделили на 6, получили единицу. А теперь должны найти остаток. 9 минус 6, из 9 мы 6 единиц разделили. Так, находим разность. 9 минус 6, получается 3. Но обратите внимание, что я записываю каждую цифру в отдельной клеточке. Это для того, чтобы соблюсти принцип. Все делимые должны строго записаны быть одно под другим, а именно разряды единиц должны быть под разрядами единиц, разряды десятков под десятками и так далее. Так, итак, я вышла из 9 и 6, получила 3. Теперь дальше у меня еще есть цифры в делимом. Я сношу следующую цифру. Следующая цифра семерка. 37. 37 на 6 нацело делится? Не делится. А ближайшее число, которое делится на 6, это число 36. Причем 36 на 6 будет 6. Вот я записываю следующую цифру в частном. А из 37 нужно вычесть число 36, которое мы на самом деле разделили на 6. Вот теперь находим разность. 7 минус 6 – это единица. 3 минус 3 – 0. 0 перед числом мы не пишем. Итак, разность получилась равна единице. Единица меньше, чем делитель 6. И все цифры в делимом уже закончились. Тогда мы деление можем остановить. И вот этот остаток, последний остаток – это остаток при делении делимого 97 на делитель 6. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.